Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Ситуация следующая. С мужем вместе много лет, а есть дети. Характер у него тяжелый, если у него настроение, кричит на всех, попадает под горячую руку по поводу ребят. Много лет пыталась как-то разговаривать, объяснять, что был мягче со мной и детьми. Год назад встретил мужчину, произошла измена несколько раз, потом было общение по телефону, несколько месяцев назад с мужем отношения опять стали ужасные. Позвонил тот мужчина, мы с ним встретились, сейчас муж знает все. Прошло почти полностью года, ну тут не написано цифра. Постоянные скандалы иногда и руку поднимают, бывает непримирение, но ненадолго. Говорит, что хочет простить, но сам постоянно говорит, что я ему все рассказала. Требует рассказать в подробностях, что и как было. Муж до свадьбы изменял несколько раз, я про это знал и просил. Искала проблемы в себе, пыталась сделать так, чтобы такого больше не повторил. Ни разу за 16 лет не вспомнила ему про все, что он делал. Сейчас он собрал вещи и ушел. Не знаю, что делать и как жить. Если бы я давал какую-то вот такую панорамную оценку, да, того, что вы написали с моей точки зрения, то я бы сказал, что вам нужно работать на самооценке. То есть заниженная самооценка здесь это вот ключевой аспект, который в целом прослеживается через всю эту сторону. Неуверенность в себе, какие-то может быть страхи и как результат завышенное ожидание от других людей. Такая-то тенденция у вас есть к несвободе, да, и незамещение своей ответственности. Итак, смысл вместе уже много лет. Сколько лет, потому что может быть у вас какой-то кризис определенного, ну, определенного, скажем так, количества времени, что вы прожили вместе. Это первый момент. Второй момент. Что вас объединяет и что вас связывает, потому что как-то вот помимо детей, вот, ну, в смысле, помимо того, что у вас дети, да, я не очень понимаю, ну, что вас, ну, что вас с человеком вообще как-бы связывает, связывает, да, то есть вроде бы вы вместе, а зачем вместе, для чего вместе, с какой целью вместе. Как-то вот, как-то вот я не очень это все вижу, пока что. Как-то вот, давайте, давайте как-то вот этот момент, для начала, постараемся раскрыть, вот, что вас общего, смысл, потому что, ну, отношения вот на чем-то устраивает, да, не надеть, эх, дальше, характер у него тяжелый, знали ли вы, что у него тяжелый характер? А если да, то, соответственно. Почему все время пытались, да и пытаетесь, как мне кажется, его, его поменять, переделать. Так вот, по моим, по крайней мере, по моим ощущениям, да, вот, да, вот, все время вы пытаетесь его, все время вы пытаетесь его переделать, все время пытаетесь его поменять, вот. То есть, вопрос, здесь, на мой взгляд, про то, как бы, а вообще, вот, принимаете ли вы, ээээ, человека, да, вот, таким, вот, какой он есть. На мой взгляд, ну, на мой взгляд, к сожалению, скорее нет, чем да. Вот. Так, так это выглядит, по крайней мере, с точки зрения, ну, того, что я вижу сейчас, например, например. Есть ощущение, что вы его не принимаете таким, потому что просто время, значит, пытаетесь его, во-первых, переделать, во-вторых, как-то вот, ну, как-то вроде бы жалуетесь на него, да. А чего жаловаться-то, если он, как бы, всегда таким был, да, и чего жаловаться, если бы он таким стал, это уже немножко... Другой вопрос, тоже немножко другая, если бы он таким стал, но в данном случае он, как я понял, всегда таким был, вот. То есть, непонятно. Пока. Дальше. Идём. Значит. Ээээ, вот вы жаловите, если настроение, и кричит на всех, я, по крайней мере, под горячую руку по поводу уебёлся. И, как бы, много лет пытался разговаривать, объяснять, что был мягче с детьми. Так, а, как бы, вы серьёзно считаете, что разговоры и объяснения, это то, чего способность человека поменять в пределах? То есть, вы таким-таким миротворцем выступаете в данном случае. Или причина-то поглубже лежит. Вот. Например, в том, что вы как-то одна остаться, к примеру, боитесь. Как-то, вот, может быть, момент здесь про то, что вы боитесь, а-а-а-а-а, что он уйдёт. Вы же обратите внимание, да, о чём вы говорите. Вот, что, я не знаю, как и что делать. Делать он ушёл. Вот. То есть я как-то вот не умею самостоятельно своей жизнью как-то вот управлять, да, направлять свою жизнь не могу. Вот это вот бросается в глаза. Поэтому что здесь, что здесь фактически, фактически мы имеем, мы имеем то, что вы пытаетесь человек переделать. Вот, ну, получается это не очень, вот, что в принципе естественно, потому что а человек не хочет меняться, б ну нет стимула, ну нет мотива. Зачем меня, если и так в принципе, в принципе все устраивает, все вероятно, ну вероятно все. Дальше идем. Насчет год назад, нас, год назад встретила мужчину, произошла измену несколько раз, потом было общение, подключили по телефону. Несколько месяцев назад, мужем отношения стали опять ужасно. А когда они выровнялись, как, как это по времени соотносится с тем, что вы встретили, ну вот, ну мужчину другого. То есть, как-то вот, как-то вот, все это в данном случае несколько вот, знаете, расплывается, к сожалению. То есть, естественно, что если вы никак не решали проблему взаимоотношения с мужем, то это вопрос времени, когда, когда вы встретили бы другого мужчину. И измена тоже вопроса, вопрос времени в данном случае. Но как-то, как-то вы не говорите в данном случае о том, что это для вас значило, да, что вы решили для себя вот, исходя из этих вещей, ну исходя из этого всего. Ну вот, об этом как-то вы ничего не говорите. Ну вот, это вызывает запросто. То есть, выводы-то вы какие-то делали или нет? Вот. Решения-то вы какие-то принимали или нет? Вот. Понятно, да? Значит, опять стали ужасные. Позвонил тот мужчина, мы встретились. Сейчас муж знает всё. Как? Узнал. Прошло почти сколько-то лет. Постоянный скандал. Иногда руку поднимают. Как бы, а вы рассчитывали, что вы, ну, что мужчина знает об измене и что-то изменится в лучшую сторону или как? Вот. Вы на что, как бы, ну, рассчитывали, рассчитывали, да, изначально? Вот. Я это хочу понять. На что вы рассчитывали и что вы хотели, потому что это как-то вот ваша позиция пока здесь, здесь ускорляет от меня. Вы описываете происходящее в лице того, что это вот просто с вами происходит. Вот. То есть, вы знаете, вы знаете, какое-то приключение, да, и вы вот приключаетесь в этом приключении. Ну, это же с вами происходит. Вот. Это же не просто вот приключение. Это вот, это то, что происходит непосредственно с вами. Ну, и как бы вот, каким образом, например, с вами это происходит. Вот. Первое, на что было бы неплохо обратить внимание. Что вы делаете для того, чтобы с вами это происходило. Второе, на что неплохо было бы обратить внимание. Вот. Как вы к этому относитесь? Третье, на что было бы неплохо обратить ваше внимание. Да? Понимаете? Какая штука. В данном случае, как-то вот, ничего из этого вы не делаете. Вот. Поэтому, я вам это все говорю для того, чтобы вы вот, увидели для себя, да, вот, что вам, что вам нужно сделать, чтобы как-то вот увидеть ответ на свой вопрос. Да? Чтобы вы вот, как-то вот не ждали, да, того, что вам, вам вот сейчас расскажут. Вот. Ну, просто вот. Расскажут, что, что делать, как, 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 как делать. Вот. Вот. Чтоб вы не ждали этого. А чтоб вы вот, начинали двигаться в том направлении, вот, в котором вам хочется. Тех направлений, в которых вы для себя как-то вот считаете адекватным. Дальше. Бывают дни примирения. Что вы делаете, чтобы тут не бывали? А, значит, вот опять, говорит, требует, твердит, до свадьбы изменял, я продолжал, простил. А что вы вкладываете в простилу? Искала проблему в себе, пыталась сделать так, чтобы все таком не повторял. Да? Зачем? Не в том смысле, что этого делать не надо. Может быть и надо. Не в том смысле. Я как-то вот больше про то, зачем. Понимаете? И в какой своей позиции вы так поступаете. Вот. Не раз за 16 лет мне вспомнил ему просто, что он делал. А что он делал? Сейчас он забрал вещи и ушел, не знаю, что делать, как, а как жить. Не знаю, как жить без него в смысле. Вот. Или как. Ну, чтобы научиться, нужна психотерапия. Вот. Обращайтесь к любому психологу. Вот. Для личностной терапии, например. Индивидуальной. А если сможем гармонизировать отношения и в этом поможем. Идеально, если вы вместе обратитесь. Вообще хорошо, хорошо будет. Вот. Просто, я повторюсь, пока не ясно, чего вы хотите. Да? Да? Вот. Если вам сейчас тяжело, у вас сейчас кризисное состояние, поможем его прожить. Вот. Понимаете? Да? Как-то так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, да? Просто подумайте, вот вы себя воспринимаете как отдельно от мужа, да? От детей или нет? Граница между вами, мужем и детьми не проведены хорошо или нет? Вот. Как вы себя видите? Как вы вообще в целом к себе относитесь? Задайте себе эти вопросы. Обратная связь нужна вам для того, чтобы сформулировать основные направления для работы. Вот.